То, что может сделать отдых на природе печальным опытом – клещи, которые переносят опасные для человека болезни. Если раньше очагами распространения таких инфекций считались лесные массивы и сельская местность, то сейчас зараженные клещи стали проникать в городские парки и скверы. Стоит отметить, что наиболее опасными заболеваниями являются клещевой боррелиоз и энцефалит. Обе болезни приводят к поражению центральной нервной системы, но боррелиоз или болезнь лайма также поражают суставы, кожу и сердце и развивается не сразу. Только по прошествии 2-3 недель зараженный сталкивается с первыми симптомами – боли в мышцах, лихорадка, судорога, рвота, затуманенность сознания и галлюцинации. Важно понимать, что переносчики имеют острое обоняние и чувствуют запах животного или человека на расстоянии 10 метров. Цепляются за жертву и от 10 до 40 минут ползут по ней, выбирая место для укуса. Если присосался клещ, нужно немедленно обратиться в травмпункт или к хирургу по месту жительства в поликлинику. Там клеща удалят и направят на исследование, чтобы определить, болен ли клещ, несет ли клещ вирус энцефалита клещевого или боррелиоза. Понять, переносят ли конкретные насекомые возбудители инфекции, могут только в лаборатории. Единственное условие – оно должно оставаться живым, поэтому его необходимо доставить на исследование в течение двух суток после укуса. Хорошая новость для тех, кто успел испугаться. Против энцефалита есть вакцина, которая прививается в несколько этапов. Лучше всего делать прививки осенью и зимой для формирования иммунитета. Вакцины от боррелиоза нет, поэтому необходимо максимально снизить шансы получить укус клеща. Если вы идете в лес, необходимо одеться соответствующим образом. Одеть закрытую одежду с рукавами, с брюками, не в шорты, на голову повязать или платок, или бейсболку, шапочку одеть, закрыть шею. То есть не дать клещу возможность проникнуть на тело человека. На данный момент в университетскую клинику Казанского федерального университета обратилось около пяти человек с укусами клещей, но среди них не выявили зараженных инфекцией. Тем не менее, будьте осторожны и благоразумны. Не забывайте о мерах безопасности и помните, что время в таких вопросах играет ключевую роль. Вероника Туманова, Аделина Абтрахманова, Николай Суховский, Универ Новости.